Но еще об одном скандале. В Литве запретили гастроли российского ансамбля песни и пляски имени Александрова. В Министерстве культуры страны их посчитали провокацией. Причем вопросом заинтересовался даже МИД соседней Латвии. С чего столько шума? Дмитрий Новиков пытался разобраться. Жители литовского города Висагина с невозможным, как выяснилось, выступлением в их доме культуры легендарного ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова узнали из сообщений информагентств и поверить не могли. Неужели это правда? Я думаю, что это просто недоразумение. Я не знаю, с чем это связано. Инициатор запрета гастролей знаменитого на весь мир ансамбля из России, директор местного центра культуры Дану Тимаркунине. Сама не знала, для кого. Частным образом, как она говорит, втайне был заранее арендован концертный зал. А как только навела справки, выступление запретила. Я просила, чтобы этот коллектив не приехал к нам. Почему? Потому что, во-первых, надо было сообщить. И, знаете как, все-таки и атрибутика советская. И все. Выступление со шлагом в Германии, Австрии, Сербии, Болгарии, Румынии, Словакии и Чехии. Академический ансамбль песни и пляски российской армии продолжает свои гастроли, посвященные 70-летию победы. Песни военных и послевоенных лет. Концерты под овации в европейских городах, освобожденных Красной Армией в годы Второй мировой от фашизма. В каждом городе, после каждого выступления, руководство ансамбля благодарит европейцев за радушный прием. И подчеркивает, песни нас могут только объединять, а не разобщать. В администрации литовского города Висагинес решили, что приезд ансамбля имени Александрова мог сподвигнуть на противоправные действия различных провокаторов. Ведь артисты являются военнослужащими российской армии и выступают в военной форме. Одни встретят очень хорошо, а другие, может быть, и какие-то события. Но зачем нам это надо? Сегодня Висагинес под увеличительным стеклом. Это русскоязычный город. И всегда кто-то ищет провокаций. По последним статистическим данным, в литовском Висагинесе более 70% жителей говорят по-русски. Тем не менее, политики в Вильнюсе тут же поддержали и похвалили администрацию города за вынесенное решение. А министр культуры вообще призвал и другие самоуправления страны, в случае чего, последовать примеру Висагинеса. Есть четкие признаки, которые показывают, что этот концерт стал бы одним из хорошо оплачиваемых инструментов Москвы, цель которого расколоть литовское общество. Ансамбль что делает плохого? Они танцуют и поют, и пусть поют на радость людям. Там вон в Чехословакии, вот прочитала в комментариях, там зал был 3-400, а тут на 400 метров зал и настолько количество людей, что не могли сюда пустить зрителей. Ну это политика, это глупости какие-то. Нам, конечно, жаль, но не удивлены абсолютно. Ну что, мы ездим в Россию, у нас родственники в Петербурге, в Архангельске. Мы найдем способ посмотреть. Помимо Литвы, по случаю 70-летия победы, военные музыканты из России в рамках европейского турне хотели бы выступить в начале декабря в Таллине и Риге. Но до сих пор неизвестно, дадут ли свое согласие на проведение концертов ансамбля имени Александрова власти Эстонии и Латвии. Латвийский министр иностранных дел уже публично предположил, что концерт, как он выразился, может носить недопустимый характер. Дмитрий Новиков, Андрей Портнов и Иван Романов. Первый канал.